Очень понравилось Ваше выступление. На самом деле, крайне интересная информация. Я не знал, что в России, оказывается, в категории Ень уже нет системы подготовки водителей. И в связи с этим как раз проблема с персоналом. Скажите, пожалуйста, Вашей компанией, какие делать шаги? Ну, я презентацию видел. Я понимаю. Просто, еще раз. Да, ну, смотрите, мы делаем несколько шагов. Первое, самое простое, это удержание существующих водителей. Ну, это не отвечает полностью на Ваш вопрос. И еще два основных момента, которые, я думаю, ответят на Ваш вопрос. Первое, мы заключили прямые договора с автошколами, которые для нас готовят людей по нашим программам. В том числе, да, есть основная программа, но есть еще какая-то специфика, связанная с нашей компанией. И второе, сейчас на платформе «Деловая Россия» мы также с профильными комитетами прорабатываем этот вопрос по улучшению ситуации. Я сейчас не буду детально озвучить Вам наши шаги, но в целом работа ведется, и государственные профильные органы нас слышат, понимают глубину этой проблемы и остроту этой проблемы. Понял. Еще одну проблему, которую Вы тоже остро как бы расслучивали, это как раз недостаток кадров, снижение как бы мигрантов из Средней Азии, даже про Африку начали говорить. Но я не услышал, в Америке все-таки движение по дистанционному управлению грузовиками, вот это вот всякие автономные, автопилоты, автовалюты. В России есть эта система или это фантастика? В рамках сегодняшней сессии я это не затрагивал, ограничение по времени, но в целом, отвечаю, есть. Буквально несколько месяцев назад большой проект под руководством Минтранса, Газпром, компания ПЭК, еще ряд крупнейших участников этого проекта запустили беспилотник-грузовик на базе КАМАЗ. Три грузовика ходят между Москвой и Питером. Проект идет успешно и через какое-то время, я уверен, мы начнем это на штабе делать. И вот Ваше личное впечатление от присутствия на этом форуме, что Вы вообще как бы, насколько это полезно для Вашего бизнеса? Вы знаете, здесь вопрос не сколько бизнеса нашего, а сколько совместный обмен мнениями людей, которые работают в этой отрасли. Здесь уникальная возможность, когда множество специалистов из разных областей, это и первые, и последние мили, и e-commerce, мультимодальные перевозки, авиа, морские, железные и так далее, общаются, обмениваются мнением о разным задачах. Интерес в том, что именно малые, небольшие, точные, практические задачи и вопросы обсуждаются в кулуарах, помимо больших глобальных тем, которые мы затрагиваем на панельной сессии. Ну, правда, что сегодня здесь будут обсуждены, скажем, стоимость, не знаю, километра, или там стоимость часа персонала, квадратского, или этого не будет, или это просто обсуждение? Вы знаете, это и правда, и еще раз правда, по одной простой причине, что это не является секретом каким-то большим, мы все на одном рынке, и коридор рынка по ценовым каким-то маякам понять. Не важно, кто какую имеет затрату на один квадратный метр складской площади или километр автотранспорта, здесь важно обсудить какие-то тонкости, которые всем нам вместе помогают оптимизировать затраты, и самое главное, повысить производительность, в чем и говорит наш президент Российской Федерации. Именно в производительности сегодня в том числе выход по демографической яме.